Всем привет! Я получила посылочку с iHerb. Много было разговоров о том, что iHerb заблокирован в России. Но вот я попробовала сделать заказ. Все дошло. По срокам доставки, как обычно, меньше двух недель. И посылочка у меня. Давайте вместе откроем и посмотрим. Так, у меня в посылке здесь кондиционер для волос. Очень его люблю. Кератиновый. Далее. Эхиноцея. Сейчас открою флакончик. Со вкусом апельсина, кажется. Да, попробую, потом напишу. Это агар-агар. Буду делать зефир. Подсластитель. Эритритол. И здесь у меня кокосовое. Должно быть что-то похожее на кокосовый урбич. Посмотрим. Попробуем тоже. В общем, заказы приходят в штатном режиме. Все в порядке. Единственное, мне отменили пару товаров из этого заказа, потому что их не оказалось на складе. Но с меня за это не вычли деньги. С меня за это не взяли. Поэтому придется перезаказать на следующий раз, когда они появятся на складе. И по поводу кокосового урбича и кокосового масла хочу сказать вот одну такую фишечку, лайфхак. Дело в том, что кокос имеет довольно низкую температуру плавления. И это около 30 градусов. И при доставке у нас масло, оно тает и поднимается вверх. Поэтому, когда вы открываете банку и видите, что у вас вверху масло, вам нужно баночку целиком прогреть и перемешать. Тогда у вас будет нежная консистенция вот такая вот урбича, а не расслоиться отдельно на масло и отдельно на мякоть. Поэтому будьте внимательны. Если вы видите такую ситуацию, что у вас сверху, ну, по сути дела, такое полупрозрачное беленькое масло, то, скорее всего, именно так и произошло. То есть в процессе транспортировки, доставки, кокосовое масло отделилось и поднялось наверх. По вкусу урбич классный. Однозначно рекомендую его к покупке. Ссылочку также прикреплю в описании. Я надеюсь, это видео было вам полезно. Скидочку на промокод ZyHerb я прикреплю в описании. Пользуйтесь на здоровье, делайте заказы и получайте.